Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на моем сервере Кристаллик в такую мини-игру, как Last Survival. Я не записывал его уже больше месяца и не играл в него больше месяца, и мне интересно, что здесь изменилось. О, кстати, видно, что какой-то апдейт вышел. Давайте-ка быстренько почитаю, что там, и вкратце вам расскажу, а потом мы поиграем в саму игру. Короче, там в основном пишется, что это хэллоуинское обновление, ивент хэллоуинский и так далее. Вот, но я кое-что застелил из ТГ-группы. Оказывается, есть промокод, чуваки, вот такой вот, хэллоуин. Награда. Ого, что это такое? Что это? Раньше такого не было. Но я парочку обновлений пропустил, возможно, здесь что-то добавили новое. Смотрите, как хэллоуинское лобби стало, прикольный ивент. Хэллоуинский, что здесь? Ход в игру. Класс. Обмен. Ааа, ааа, это то, что было с семенами тогда. Похоже. Донат. Ага, тут можно бесплатно что-то получить, конечно, бесплатно. Мне вот нравится, в Last Survival прям круто сделано. То есть, заходишь где-нибудь, так вот что-то листаешь в магазин, листаешь, листаешь, оп, бесплатно, нифига, забрать. Так вот, берешь и залистаешь еще в магазин, оп, бесплатно, забрать. Это мне нравится, в Last Survival всегда. У меня еще работают, я же мне вроде эти подписки, это, должны были уже сдохнуть к этому времени. Видимо, не сдохли. Так, ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что здесь изменилось. Экипировка. Ох, у меня, сука, экипировки. Надо будет, наверное, здесь подприбраться, выбрать, что получше. Ну, это потом. Героический кейс, это понятно. Персонажи, все то же самое осталось, так понимаю, новых персов не вижу. Так, улучшение. О, кстати, могу потратиться. Необходимый уровень 22, 23, 25. Все, отлично, у меня 21 уровень. Так, исследователь, здесь можно награду получить. Я, кстати, ну, наверное, заберу здесь все сразу же. Ну, потому что, что, у меня инвентарь, в принципе, безграничный. Так что, наверное, лучше получить кучу всего. У меня из-за того, что подписки есть, видите, я больше наград собираю. Поэтому рекомендую покупать подписку. Так, хорошо, это что, сохранитель рун? Вот, это что новое, такого не было. Руны, давайте засуну руну сюда. Ага, цепная молния урон, лучший урон. Офигеть, улучшать руны можно, ну-ка. А, другие руны для улучшения. Блин, чего за руны? Ежедневные награды. Я уже забрал и задание, соответственно. Так, вход в игру, забираем сразу же. Вот, тут, видите, ничего не сделано, потому что я, ну, не играл, соответственно. Так, ладно, погнали, посмотрим, что там изменилось уже в самом геймплее. Много чуваки вообще, мобов, нифига, ну, какие-то что, рейтинг прохождения по уровням. 65 уровень уже есть, опигеть. Я всего лишь 21 месяц не играл, называется. Жесть, чел уже 65 левела докачался. Ладно, полетели. Так, ого, ого, сколько всего добавили. Жесть, и можно играть теперь вдвоем. Кстати, да, я хотел сказать, что вообще весь этот цикл Палац Сурвайвл, скорее всего, будет не... Со мной, знаете, уже 3 минуты видоса прошло, я что-то разговариваю, что-то вам рассказываю, не играю. Короче, весь цикл Палац Сурвайвл будет у меня в дуо записан. Просто сейчас Лидна спит. И я следующей серии Палац Сурвайвл уже буду проходить с ней. Я хочу полностью всю игру в дуо проходить. Потому что так будет гораздо интереснее, веселее для вас. Ну, и для нас будет тоже сложнее, потому что вдвоем всегда вроде-то и легче, и сложнее. Мобов будет больше, сложность будет сильнее. Так будет даже интереснее. Поэтому поехали. Я дошел пока что до механического мира. Я так понимаю, я здесь даже еще не выиграл на этом электрическом штурме. О, награды. О, руны дают. Смотрите, убийство босса, первое прохождение. Награда прохождение, убийство босса, первое прохождение. Круто, буст. Не, погодите. Тут, видите, одиночный двойной. Я хочу еще кое-что сделать перед этим. У меня есть деньги, правильно? Надо понять, за какого персонажа я пойду из тех, что у меня есть. Ага, ага. Вот я из этого бегал. У него скорость передвижения, силы больше, скорость снарядов, шанс крита, длительность эффектов. Давайте я, наверное... У этого уровень 16, нет, нужно 100 пудового его еще улучшать. Давайте его еще улучшим. В 21-го, чтобы он стал еще сильнее. Из-за него... А, погоди. Потому что я в 21-го улучшил. Мне еще дало плюс 1000 хп. Фух. Поехали, ребятки, поехали. Вот сейчас мы точно их раскатаем, я уверен. Так, все, механический мир. Поехали. Вот он у нас, манир. Золотой купон. Начать игру. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, здесь надо будет, наверное, звук потише сделать. А, но я на наушников сделаю. Так, будет быстрее, чем в менюшку залазить. А Саня уже на монтаже, надеюсь, подправит, чтобы не так громко было. Я просто не знаю, как вы это слышите, но я это слышу очень громко. Так, хорошо, что у нас тут дают? Дробовик будем прокачивать. Дробовик, это реально хорошая тема для зачистки. Может, он потом будет стрелять по два раза? Цветная молния, вот даже не знаю, это что-то новое. Я это вроде брал в прошлые разы, я уже не помню. Цветную волнюю не помню, дробовик полню. Вот этот инферно удар помню. А, как раз таки... Опа, так, защита, дробовик, конечно, берем дробовик. Так, хорошо, отбиваемся, отбиваемся. Пока что все легко, первые три минуты обычно легкие. Короче, для тех, кто не в курсе, что за режим, рассказываю. Здесь вам нужно продержаться 15 минут. Каждые пять минут вылазит босс, соответственно... О, XP, самая лучшая прокачка здесь, это пассивная XP-шка. Чтобы быстрее левелапать, чтобы быстрее прокачаться и быть сильнее, не сдыхать. Вот, соответственно, каждые пять минут босс. Босса нужно убить за время, если не убиваешь, проиграл. Если убиваешь трех боссов на пятой, десятой, пятнадцатой минуте за последнего босса, вот этого ведет победа. Кто победил, у тебя открывается следующая локация, где мобы сильнее, новые скиллы появляются в новых локациях и так далее. То есть, поначалу у тебя ограниченный пул выбора пассивок и активок, а потом у тебя их становится больше. Можно выбрать только шесть активок и шесть пассивок. До сих пор не добавил наушник, этот, соответственно, иконки пассивок, я так понимаю. Потому что я просил их где-нибудь добавить на экране, но он почему-то их не добавил, чтобы было видно слоты пассивок. Так, грустно, что их нет, грустно, что их нет, если честно. Так, инферно, удар, прокачаю, наверное, пока качаю оружие. Почему не качаю пассивки, могу вам объяснить прикол, да? Есть шанс, что пассивка будет другой рарности. То есть, не базовой, а рарностью выше, и тогда мы получим босса гораздо больше. Поэтому выгодно изначально качать оружие, а пассивки брать только получение опыта. Либо, если какие-то более прокаченные придут. Они отличаются тем, что у них рамка меняется, если что. По рамке можно определить, типа, пассивка лучше или хуже. Дефолтная или же нет? Если рамки никакой нет, значит, дефолтная. Это оружие, а если рамка есть? О, в общем, придет, я вам покажу. Но пока что, ну, в любом случае, в первую очередь, надо фул опыт прокачивать. Прям фул, 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 все, опыт, чтобы просто не сдохнуть. Потому что в какой-то момент мобы станут сильнее, боссы могут быть с какими-то жесткими активками, телепортировать вас, себя, стрелять, шары всякие разные. То, что вы сейчас видите первые вот эти вот три минуты, это еще пока ничего не значит. Это просто мобы тупые, которые просто идут 40% опыта больше. Отлично. Хорошо, что опыт так рано пришел, реально на первых минутах, можно сказать. А то обычно приходят на минуте 5-6, вообще грустно, когда так происходит. Так, давайте, давайте, мобчики, отъезжаем, отъезжаем. Но можно было, конечно, поролять в самом начале, поискать опыт. Но я подумал, лучше роллы оставлю для тяжелого времени, знаете, для тяжелых времен, когда будет падать только говно. Так, смотрите, я еще люблю брать ножи и волшебную палочку. Ножи хороши против боссов. О, кстати, элитник заспавнился белый, с него будет судно. Давайте я лучше прокачаю, наверное, все-таки ножи, они лучше против боссов. Вот, они потом будут вообще нормально так спамить. Конечно, здесь у ножей атака сложнее, потому что мне нужно целиться всегда. Мне нужно лицом смотреть на боссов, которого я стреляю ножами. Вермлевле они, конечно, мусор, честно скажу, они реально мусор сейчас. Но когда прокачается, там будет очень много атак просто идти, дробовик качаем дальше. Ой, я убью этого элитника, смотрите, с него выпал сундук. Сейчас я его подберу, надеюсь, будет, он может быть однирным, двойным и тройным, и пятерным вроде. Вот мне выпал, видите, однирной, тройной или пятерной. Мне однирной выпал и прокачал мне мои ножи. Чародейский шар. Направляет шар, куда вы целитесь. Блин, ну интересно, что это за скилл. В целом, я как будто бы могу взять один мусорный скилл. Давайте возьмем черодейский шар и проверим. Я просто не помню, брал я его или нет. Так, здесь возьмем дробовик, соответственно. Дробовик мне прям нравится. Еще дробовик. О, двойной выстрел теперь у дробовика, смотрите. Хорош. Это мне нравится. Дробовик это тема. Еще бы скорость ката прокачать. Так, ножи. Ножи качаю, потому что я понимаю, что скоро пятая минута, скоро босс. Без ножей мне будет тяжело. Так, смотрите, начали синие камешки падать с мобов. Это значит, что за эти синие камешки дают больше опыта. Не знаю, я так рассказываю, как будто бы у тех, кто смотрит, вообще не знает, что за игра. Но вдруг, вдруг. Просто я реально давно ее не снимал. Так что для вас, чуваки, вот информация. Делюсь инфой, делюсь инфой. Дробовик у нас максимального седьмого левела. Теперь он стреляет вообще мощно. Два раза мощно и откатывает чуть быстрее. О, надеюсь, я смогу скорость атаки найти. О, здесь скорость отката вроде. Так, видите, я же с них еще ничего брать из этих трех скиллов, поэтому я роляю. О, защита увеличенная, видите, дает не 2, а 4. Я на синим подсвеченный беру защиту. Защита пригодится на поздних этапах. Так, засмотрелся на скиллы, поэтому пора бы брать опыт, чтобы качаться. Он все-таки бустер опыта высокий за счет скиллов, за счет пассивок. Инферный удар берем. Инферный удар тоже достаточно мощный скилл, он хорошо проходит через мобов, летит. Опа, босс. О, нифига себе. О, волшебная палочка, возьму волшебную палочку, чтобы она тоже стреляла. Все, ой, 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 мужик. Страшная штука. О, магнит. Магнит позвонил. Ой, тройной сундук, магнит и тройной сундук. Вау, просто божественная удача. И магнит и тройной сундук, это мне повезло. Еще и хилку, ну, хилку зря подобрал. На самом деле, нужно было хилку оставить. И магнит можно было тоже оставить на будущее, чтобы потом побольше собрать. Также, короче, еще расскажу прикольную штуку для тех, кто не в курсе. Так, здесь мне ничего не нужно. Раляем и берем ножи. Отлично. Можно ходить в такие тортики. Если их ломать, видите, с них хубах, хилка выпала. Советую, если вы будете играть, соответственно, во-первых, позвать друга, чтобы играть вдвоем с друзьями. Это в следующей серии вы увидите. Балласт сурвайвл. Вот. А во-вторых, получается... Так, секунду, дробовик. А, дробовик 8 левел максимально. То есть, вот теперь дробовик максимального левела. 8 левел получается. Вот. А во-вторых, ломать эти тортики, когда вы бегаете по карте. Потому что с них могут выпадать хилки, только не собирать. О, дальность подбора. Кстати, это тоже очень важная пассивка. Я ее возьму. Потому что, видите, мне очень тяжело собирать... Ой, блин, зря хилку сожрал. Хилки нужно, чтобы просто лежали. О-о-о-о! Что началось? Еще элитник какой-то заспаунился. Ой, проблемы начинаются. Нужно прорываться. Нужно прорываться. Разворачиваемся. Дальность подбора берем. Я хочу больше сосать лут. Если я буду больше сосать лут с большого расстояния. О, защита. Снова, смотрите, прокачанная. Синяя рамка. У нее беру защиту. О, палки тоже, смотрите, прокачались волшебные. Ножи тоже хорошо идут. Волшебная палка. Давай качаем еще. Летяк-ножи уже стреляют активно. Конечно, да, по единичным целям они работают хорошо. Но в массовости, конечно, они отстают от всего остального. Прокачиваем дальность подбора. Я хочу лут с большого расстояния. Инферно удар качаем. И, наверное, я буду подкачивать еще реген и ОЗ. Либо реген и урон. Скорее всего, реген и урон, чтобы быстрее его побивать. Урон, тем более, синий приходит. Ну, как я могу не взять синий урон? Беру синий урон. Конечно, хочется фиолетовый урон или желтый. Если такие придут в этом ране, будет здорово. Давайте прокачаем ножи. Все, ножи седьмого левела еще до прокачки. Они будут фул. Капец, здесь мобы настреливают. Вообще-то, видите, жесть просто. Даже страшно, что будет дальше. И с каждым левелом сложность растет. Помимо того, что мобы становятся сильнее. А вот, вам еще нужно в лобби прокачиваться. И персонажи. И шмотки на персонажи. И так далее, короче. То есть, достаточно интересная игра. Здесь можно очень надолго залипнуть. О, скорость восстановления. Ладно, возьму скорость восстановления, чувак. Я хочу, чтобы быстрее скиллы откатывали. Поэтому беру скорость восстановления. Потому что, видите, у меня все скиллы на откатывание. Нет аур каких-нибудь. Тут есть аур. О, магнит синий, конечно. Возьмусь. Лидия, я уже далеко засасываю предметы. Вот это то, чего я и хотел. Чтобы можно было не париться. И на хорошем расстоянии засасывать нужные предметы к тебе. Так, ножи докачиваем тоже. Еще выгодно докачивать оружие, чтобы они просто не приходили в пули выбора скиллов. Магнит синий берем. Может быть, еще крит взять. Я вот думаю, может, еще крит взять. Но я не знаю, сколько у меня еще пассивок осталось. Вот я говорю, плохо, что я не могу посмотреть нигде, какие пассивки я взял. Так, защита. Здесь показано? Здесь не показано. Вообще нигде не показано. Я почему наушнику говорил, это еще полтора месяца назад сделать? Он не сделал. Пойду, наверное, после этого видоса на него гнать бочку. Говорить, бро, ну так не делаются дела. Я говорил, сделать не сделал. Буду серьезным дядькой или мастером, который там разборки устраивает. Так, давайте ральнем. У меня еще есть тролл. Прокращаем волшебную палочку. У меня, кстати, еще есть слот для оружия. Так, увеличим скорость на 10%. Хорошо. Биваем этих мопчиков. Из них нужно лусс сразу же подсосать. Так, давайте волшебную палочку качнем. Здесь ральнем. Еще волшебную палочку. Ну, смотрите, как мы быстрапаемся. И это все... О, защита. И это все благодаря тому, что мы изначально прокачали опыт. Сейчас вот толпень разносим. О, крит-удар. Ладно, прокачаю крит-удар, чуваки. Это, конечно, не крит-шанс, но крит-удар тоже неплохо, чтобы мы быстрее дамажили. Урон. Давайте, мы много брони брали, поэтому брони пока брать не буду. Синюю возьму, синий урон. Так, давайте возьмем чердейский шар, будем качать. Что нам еще делать? Вот сюда инферный удар, конечно, докачиваем. Смотрите, как быстро начали скил срабатывать. Скил начали срабатывать реально быстрее. Вот эта вот пассивка на скорость применения скиллов. Это имба, чуваки, если честно. Прокачиваю скорость применения скиллов. Хочу, чтобы они еще быстрее срабатывали. Что-то дровник прямо спамил так. Я думаю, за кого-то персонажа такое, в принципе, можно сделать. Защита легендарная, берем. Отлично, защиту легендарную взяли. Вообще ништяк теперь у нас с вами, чуваки. Ну вот такие вот легендарные карточки встречаются. Сразу же кайфуешь, когда их берешь. Так, берешь чердейский чар. Шашар, вернее, чердейский чар. Скоро будет второй босс. Но я думаю, второго босса я наизе, если честно, убью. Так, крит, молния. А знаете что, возьмем? Нет, призыв молнии это вообще параш. Пассивку возьмем, пофиг. Даже не прокачиваю, но возьмем. Я хочу все-таки цепную молнию взять, наверное. О, скоро... Не, инферно. Скорость вдруг будет потом тоже какая-нибудь синяя, там, зеленая, фиолетовая, желтая. Так, 6 секунд, 6 секунд. Четыре, передали восстановление, пофиг. Босс нифига, нифига подлетел. Нет, это слабенький босс тоже. Самый вот мерзкий босс был, с которым я пока в этой игре дрался, да? Это был, короче, босс, который отключает тебе атаки. Это вообще самая мерзость. Типа, если вы с ним дрались, то ставьте ваши лайки, чуваки. В комментариях поделитесь впечатлением по этому боссу. О, у нас два сундука, чуваки. Я пока, видите, не подобрал магнит, потому что я хочу его оставить на будущее. Скорость скиллов, я знаю. Так, и, наверное, наверное... Родять я больше не могу, давайте защиту возьму. Цепная молния. Все, беру цепную молнию. Хочу все-таки взять цепную молнию еще. Пусть будет цепная молния, я подумал. О, красные кристаллы, за них дают больше всего опыта. Так, чередейский шар. Цепная молния. В принципе, неплохо справляюсь, чуваки, посмотрите, а. Можно сказать, на месте даже стою. О, крит синий берем. Магнит пока я, видите, оставляю. У меня, конечно, очень хороший всос. Просто магнит удобен. Я его можно сразу взять и сразу весь лут засосать, которого даже ты не взял. Пока я просто вокруг него хожу, конечно, вокруг да около, но ничего страшного. Все, одесский шар, отлично. Я хочу его фул докачать, чтобы до восьмого левела, чтобы он уже просто не приходил. Приходила только цепная молния. Да, тогда у меня будет две пассивки приходить. Цепная молния, это будет здорово. В крайнем случае, если что-то будет мусорное, можно будет пропустить. Ага. А, не будет приходить. Все, тогда точно цепную молнию берем. В надежде, что шанс крита выпадет там какой-нибудь фиолетовый или желтый. Все остальные пассивки я уже докачал. Так, видите, хилок у меня здесь много валяется. В целом я не должен проиграть. Мне кажется, да, этот ран победный. Хотя вот на 13-й минуте начнется самая жесть, если честно. Если вот самое сложное, продержаться в этой игре, как по мне, с 13-й до 15-й минуты до спавна босса. Вот. Потому что тут там обувь спавнится жесткий, стреляющийся всякий. Но вот на этой вот волне как-то какие-то слабенькие, если честно, мужики спавнятся. Давайте уже, наверное, все-таки это. Вот скоро уже будем брать магнит. Я бы, конечно, перед боссом взять, но у меня почти уже фул прокачка, понимаете. Поэтому, мне кажется, можно даже сейчас его уже брать. Скоро будет неважен уровень. Так, молния. Да, видите, я говорю, скоро уже будет неважен уровень. Потому что я уже все прокачал. Клит, мне кажется, либо последний левел, либо предпоследний левел остался. А у молнии тоже два уровня. То есть мне фактически осталось апнуть. О, нифига, молния срывает, это прикольно. Все, молния у меня теперь фул. Ну, откаты скиллов, кстати, как срабатывают часто вообще. Посмотрите, что было на житель катки. Ну, все, берем крит. У меня еще есть одно перерождение, кстати. Одно визрождение, если я прям сольюсь. Но надеюсь, что... Ой-ой-ой, дамажит много. Золото, кстати, можно забрать. Либо здоровье. Я вот сейчас левелы перестаю брать. Объясняю зачем. Потому что я всегда сейчас могу взять очень много здоровья с левелов. Даже если хилок на полу не будет, это позволит мне выжить. И причем и на боссе, и здесь. Посмотрим, где это у него можно. Уже напряженочка начинается. Я про это и говорил. Поэтому хорошо играть за персонажей, который быстро бегает. У меня персонаж быстро не бегает, к сожалению. И пассивок на бег, пока не падало. Ой-ой-ой, как было неприятно. Да, левела все это время, если что, апаются. Просто из-за того, что я не сделал выбор, у меня нет... У меня отображаются другие выборы. Вы можете поставить на полоску опыта. Там уже 82-й, соответственно. 5 от этих мов вью будет 83-й, соответственно. Ну, красные, видите, мало падают. Они и так жесткие. Ой, хилку надо взять. Пока мы беру с пола. Левельные хилки пока оставлю. Блин, вообще стреляют жестко. Ну, я говорю, с 13 минуты по 15. Это самый вот жесткий момент в этой игре. Всегда для меня лично. Ну, этот ран я точно пройду, мне кажется. Этот ран точно продумал. Что у меня еще есть одно возрождение, которое я бесплатно из магазина взял. В принципе, при вас. Так что, думаю, оно сработает. Ну, и плюс хилки, видите, придерживаю. Так что, вообще, все замечательно. 85 левел. То есть, у меня где-то еще 10 левелов уже в запасе. То есть, где-то 50% хп, если что, я резко себе смогу восстановить за счет левелов накапывавших. Тогда я ему смогу фулл хп один раз восстановить. Опа. Ой-ой-ой, мужчина, мужчина, давайте назад. Кто себе позволяет этот молодой чебурек? Так, хорошо, все отлично. Берем монеты. Ой-ой-ой, захиливаемся, захиливаемся. Пока не хочется тратить свою жизнь. Видите, тупик себя завел случайно и чуть не погиб. Но успел отхиляться несколькими уровнями. Ну, я бы найти тортик. Знаете, мне бы найти тортик где-нибудь и хилочку оттуда собрать. А то, если честно, чувствую... А где тортики? Вообще, реально, тортики не спавнятся. Как будто бы не хватает мне какой-то удачи, знаете, или что-то типа того. Вообще, есть такая тактика не убивать мобов сзади. Тогда они будут спавниться мобов спереди. Но мне кажется, эта тактика не работает. Все, 15 секунд осталось. Давайте разворачиваемся. Добиваем мобчиков этих, чтобы можно больше с них левелов собрать, чтобы захиливаться. Можно было... Ой, торт. Торт на хилку, я надеюсь. Торт на хилку. Хилку берем. Так, мобчики, давайте, давайте. Все, отъезжаем, отъезжаем. Не тратим мое здоровье, мужики. Босс. Где он? О, вот он, вот он. Пару хилок юзаем сразу же. Не, ну ладно, слабенький босс. Я ожидал от него чего-то большего. Давайте золото берем. Не успел все золото взять. Все, мы победили, получается. Что мы выбили? Опыт, деньги, поножи, поножи, каска вечности, ожерелья и ни одной руны, к сожалению, не было. Жаль, жаль, жаль. Хотелось бы руну. По урону больше всего нанесло. Дробовик 5, это тоже 5, это тоже 5. Видите, ножи я взял третьими. И они сколько урона нанесли. Хотя они точечные были, не такие, как дробовикли, потому что ножи, это имба, чуваки, я вам скажу. Но самое главное имба, это вот это. Никогда не подводит эта волшебная палка. Это самое лучшее оружие пока что из доступных мне. Думаю, дальше будет еще лучше. Так, ивент, что скажешь? Собрать, собрать. Что можно получить, кстати? Уникальный персонаж ивента хочу. Чуваки, рофл в том, что я потратил все деньги на мастерах мечей, а мне на балансе не осталось средств. Я не могу задонатить на этого джекот. Ну ладно, акция длится, думаю, потом его купим. Кстати, если вы первый раз зайдете на режим, обязательно гайда пройдите, потому что у гайда очень много бонусов. Он реально очень много всего раздает за каждый твой шаг, там тебе предметы и все остальное. Так, давайте разберемся в экипировке. Что у меня здесь вообще есть? Нагрудник у меня здесь 8 уровня. Здоровье, урон, сила. Как-то более лучше расписано. Качество еще звездочками теперь пишется. Прям мощное качество, как видите. У меня здесь регенчик и так далее есть. Улучшить. Могу я что-то из своего поулучшать? Ну-ка. А, это я так просто улучшаю до 21, да, получается. Ну так кучу денег стоит. Наверное, не стоит пока улучшать. Я объединить его. Ага, ага. А, тут всего одну нужно будет. Нифига. Для ботинок то же самое. Но это сначала нужно до первого левела тоже довести всякие ботинки. Я могу вообще нажать кнопку соединить все. Подвинить при этом только уровни первой редкости и редкая нежа бедняем. Кообразно, видите, у меня при этом уменьшается. Я могу еще раз соединить все. Они так перекрафчиваются между собой. Это очень удобно на самом деле. Да, шмотки у нас тут интересные. Я, наверное, с ними разберусь за видосом. Хотя, давайте посмотрим, что у меня было. Шлем дает длительность эффекта, скорость снарядов. Это мне дает удачу, крит урон. Ну, это, кстати, мощное ожерелье. Вот это ожерелье надо качать, я уверен. Здоровье, урон. Нифига, мне здоровье. Длительность эффекта ожерелье. Ботинки тоже можно прокачать. Кольцо. Почему кольцо не качаю? Реген от Макс КП. О, реген, скорость снарядов. Это то, что нужно вообще. А, ну нет, эти пассивки снизу качаются. Это прокачка дает только урон и все остальное. Вот это вот. А пассивки качаются при объединении. То есть, грубо говоря, вот хочу я, получается, ботинки легендарного уровня. Видите, у них будет больше защит, крит урона, скорости, да. Для этого я должен взять ботинки какие-нибудь фиолетовые. Или вот, а, шлема. У меня есть шлем, смотрите. Шлем, получается. Давайте возьмем вот такой вот фиолетовый шлем. Объединив его с другим. А, вот не хватает, да, получается. Нужно еще один фиолетовый шлем. Где-то нужно взять синие шлемы. Есть ли у нас синие шлемы? Угу, понятно. У нас нифига нет, чуваки. Всего не хватает чуть-чуть, понимаете. Вот я хочу что-то подапать, но не получается. Ух, ладно, наверное, это все потом уже переобъединяешь, чтобы не на видосе. Вот. Магазин. Магазин что-то интересное вообще есть. А у меня и денег-то нет в целом. Дайте. Героический кейс один открою. У меня вот 44 ключа доставалось за то время, пока я не играл. Пыль просто. Место героя. Можно быстро? Какой-то герой прикольный выпал. Гальберион. Гальберион какой-то. Ну-ка посмотрим, что за перс. Вот он, нифига, что у него. Бросает ледник над случайным врагом, замедляет врага. Перезарядки минус 10%. Длительность эффектов. Область. Нифига, этот на область, значит, работает. Интересный вот этот персонаж. Давайте его улучшим. В следующий раз за него, наверное, сыграем. Ой, деньги все потратил. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. Вот так мы сегодня поиграли в Last Survival. Да, понимаю, всего один забег был. Но ничего страшного. Вы в любом случае подписывайтесь на мой канал. Ставьте ваши лайки. Следующий видос будет уже с Лином. Будем вдвоем проходить Last Survival. Я думаю, по нему будет очень много видосов. Вот. Ну, в этом пока что с вами прощаюсь. С вами был я, был Майнкрафтер Дмастер. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте ваши лайки. Заходите на Кристалликс. Играйте вместе со мной и с другими игроками. Ну, а это все. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.